На канале Юганск новости. Здравствуйте. В студии Анжела Галиева. Вначале коротко об основных событиях среды. У нас опять света нет. Дети в школу стоят в темноте. Собаки разгул. Собак очень много поселки. Как жить без коммунальщиков? С 2010 года управляющие компании не хотят обслуживать частные дома моста отряда 15. О войне из первых уст. Ученики 14-й школы смогли пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны. Детки лежат тут разные. Кто-то с игрушками, кто-то без. Для них это всегда приятно и радость. Подарок для пациентов. Волонтеры городских школ устроили праздник с играми и подарками для тех, кто лежит в городской больнице. Никому не нужны. Жители моста отряда остались без обслуживания ресурсоснабжающих и сервисных организаций. В поселке уже давно не вывозят мусор, не чистят снег и не меняют лампочки в фонарях уличного освещения. За помощью жильцы балков обратились к властям. На выездном совещании совместно с главой администрации присутствовала и наша съемочная группа. У нас опять света нет. Дети в школу стоят в темноте, собаки разгул, собак очень много в поселке. Вот так наперебой жители моста отряда рассказывали главе администрации о наболевших проблемах. В 2010 году поселок остался без управляющей компании. С тех пор эту территорию не хотят обслуживать сервисно-ресурсные организации. Ссылаясь на то, что по закону они не имеют права заниматься хоть и муниципальными, но одноквартирными домами. В 2010 году нам предложили компромисс вступить в ООС. В ООС мы не вступили, потому что ООС это организация общественной взаимодейственности, которая на добровольных началах. То есть мы добровольны, нас никто не мог любить, мы добровольны. Мы посовещались, решили, что нам не нужен ООС, потому что у нас имеют муниципальные и муниципальные балки. Поэтому мы в ООС не вступали. И все, и после этого нас забыли. А 23 частных дома, которые находятся в собственности у жильцов, объединились в ООС. И заключили договоры на вывоз мусора и чистку снега. Но по факту эти услуги им оказывают нерегулярно. Потому что дорогами и контейнерами пользуются все жители. И сервисным организациям невыгодно перевыполнять объемы. У нас на данный момент поселок распит на три лагеря. Это многоквартирные дома, муниципальные балки и частные мои. Вывоз мусора, страдая, как и все. Ну и чистка дорог также страдает, как и все. Снег всю зиму жители поселка чистят сами. Или нанимают за деньги спецтехнику. А чтобы согреться в балках, им приходится спускать из системы горячую воду. На выездном совещании Вячеслав Арчиков дал распоряжение департаменту ЖКХ подготовить документы для предстоящего заседания Думы. Сейчас нужно внести изменения в городские документы, чтобы муниципалитет был в праве обслуживать одноквартирники. А до того момента глава администрации пообещал изыскать возможности по обслуживанию забытого поселка. Кроме того, власти обещают решить проблему и по устранению аварийных порывов и отключению света. Теперь единая диспетчерская служба будет обязана принимать и реагировать на заявки от жителей бесхозного мостотряда. Ольга Кондрашина, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Увеличить доходы и сократить расходы. Правительство округа в этом году рекомендовало муниципалитетам подготовить план такой работы. Причина – дефицитный бюджет. Накануне в администрации прошло совещание с представителями налоговой службы и руководителями департаментов, где собравшиеся обсудили финансовые рекомендации. На предыдущей балансовой комиссии рассматривались предложения, которые мы должны вынести в Думу города, отчасти отчисления и части прибыли унитарных предприятий. И там у нас варьировались такие цифры, как от 10 до 20%. Сегодня закон нам четко оговаривает, что это должно быть не менее 25%. Оптимизация расходов и увеличение собираемости налогов касаются всех распорядителей бюджетных средств. Например, в округе предлагают провести инвентаризацию льготников, которые не обременены оплатой земельного налога и налога на имущество. Также рассматривается возможность сокращения лимита на муниципальные закупки. Городские власти должны сократить предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям до 5%, а также расширить перечень платных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями. Каждое ведомство должно предоставить в Департамент финансов свой план по оптимизации расходов до 11 февраля. Уже 1 марта документ отправится в округ. Бюджет Югры на 2014 год вырос на 400 миллионов рублей. Теперь доходная часть игружной казны составит около 167 миллиардов рублей, а расходная – более 187. Средства вернулись из муниципалитетов, которые не смогли освоить выделенные ранее субсидии и субвенции. Напомним, сумму гораздо больше нынешней – 700 миллионов рублей – в конце 2013 года пришлось вернуть Сургуту, из-за того, что городские власти не смогли приобрести жилье для льготников. Застройщики попросту отказывались участвовать в аукционах, где, по их мнению, были занижены цены. В 2014 году город получит на переселение льготных категорий граждан всего 100 миллионов. Простая экономика далее. Правительство согласовало новый беспошлиный порог для ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов – 150 долларов. Сейчас пошлины не облагаются посылке стоимостью до 1000 евро. Также действует ограничение до 31 килограмма. Если в будущем вы решите приобрести что-то дороже 5300 рублей, то вам придется оплатить 30% пошлины и заполнить с десяток бумаг. Нефтьюганск вошел в топ-15 наиболее сбалансированных городов России по индексу устойчивого развития, сообщает югражданин. Рейтинг был составлен впервые, в него вошли 15 населенных пунктов России. В самом исследовании участвовали более сотни муниципалитетов с населением более 100 тысяч человек. В основу рейтинга легли данные, размещенные на официальных сайтах и в базах данных Госкомстата, а также на официальных сайтах муниципалитетов в сети интернет. Почти каждая пятая вакансия в Югре – это приглашение на работу для специалиста без опыта. К такому выводу пришла служба исследования одного из российских рекрутинговых агентств. Примечательно, что еще два года назад принять на работу такого специалиста были готовы только в каждой десятой компании. При этом растут и зарплаты. Средняя заработная плата, которую предприятия готовы сегодня платить молодым специалистам в регионе, составляет 25 тысяч рублей. К примеру, в 2012-м эта сумма составляла 23 тысячи. Более 250 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков произошло на территории Югры в 2013 году. В Нефтьюганске таких случаев 7. Из-за такой печальной статистики городские дорожные полицейские уже с 3 февраля начали проводить специальные акции. Мы будем посещать массово все школьные и дошкольные учреждения, катки, спортивные секции, проводить беседы, проводить общешкольные родительские собрания, участвовать на родительских собраниях, доводить информацию, раздавать листовки, проводить агитацию для того, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. В Ахтовом зале 14-й школы сегодня собрались два поколения. Главными гостями мероприятия стали городской хор «Ветеран» и участник Великой Отечественной войны Павел Куршаков. Встречу с учащимися провели в рамках ежегодного месячника военно-патриотического воспитания молодежи, который стартовал еще 23 января. Дружба между городским хором «Ветеран» и учениками 14-й школы продолжается уже четвертый год. Как говорят солисты коллектива, отношения с молодежью только крепнут. Поэтому ни один месячник военно-патриотического воспитания не обходится без лирических песен и внимания юных нефтьюганцев. Участник Великой Отечественной войны Павел Куршаков тоже частый гость в этой школе. Защищать родину его призвали в 43-м. Несколько месяцев солдат готовили к службе, а потом отправили на Дальний Восток воевать с японцами. Япония – это первый был друг Гитлера. Гитлер, если бы взял Москву, значит, от Москвы уже до Владивостока вся должна была территория японская. Вот, и значит, мы стреляли на городе и там. Подобные встречи состоялись во второй, третьей и четвертой школах. 13 февраля ученики 14-й вновь встретятся еще с одним интересным человеком. Почетный гражданин нефтьюганской, главный фекелоносец и стафеты Олимпийского огня Надежда Леонтьева расскажет ребятам об истории Олимпиады. Лена Раянова, Светлана Ряписова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Твори добро! Волонтеры восьмой школы сегодня пришли с подарком в педиатрическое и детское отделение респираторных инфекций городской больницы. Ребята устроили малышам настоящий праздник. Они раздали игрушки и даже немного поиграли с юными пациентами. Такой сюрприз особенно понравился тем, кто лежит в отделении без родителей. Юлия Комкова – мама двухлетнего Миши. Говорит, в больницах приходится лежать чаще, чем хотелось бы. Поэтому гостям с подарками были только рады. Ну, знаете, мы первый раз попали, если честно, на такую акцию, когда вот пришли ребята и девочки, так играли с детками хорошо. Действительно, это же приятно, когда детки лежат тут разные, да? Кто-то с игрушками, кто-то без. Для них это всегда приятно и радость, положительные эмоции. Они же тоже помогают выздоравливать. Добрыми делами волонтеры занимаются уже не первый год. В этот раз решили уделить внимание детям, которые лежат в больнице. Такую идею подала ученица восьмой школы. Она рассказала такой случай, когда она лежала в больнице и, по большому счету, была, говорит, очень грустно и одиноко. Она говорит, а почему мы не можем таким образом посетить детей, которые лежат в больнице, и у них будет и настроение лучше, и захочется побыстрее выздороветь. К акции восьмой школы подключилась и третья. Деньгами решили не скидываться, а помочь кто чем может. Вместе с родителями закупили подарки – карандаши, ручки, альбомы, игрушки, сладости. Чтобы дети знали, что о них помнят, о них заботятся, что есть такие люди, которым не безразлично, их здоровье, их состояние, что, ну, как мы знаем, лежать в больнице довольно-таки скучно. И хоть как-то их развеселить, подарить им тепло, вот эту вот заботу мы решили провести вот эту акцию. Такое внимание для маленьких пациентов очень ценно, признается врач педиатрического отделения. Такую помощь нередко оказывают и нефтьюганцы постарше. Не забывают и про детей-отказников, которые лежат тут же. Малышам всегда нужны предметы гигиены и ухода. Крема, присыпки, мыло, памперсы, салфетки какие-то. Будем рады, если нам окажут такую помощь. Творить добрые дела волонтеры продолжат в эту субботу. 8 февраля в 8-й школе пройдет благотворительный концерт. Ребята планируют собрать деньги для ученика 7-го класса. Ему нужен парамобиль. Это специальное устройство, которое позволяет людям с ограниченными возможностями стоять и проводить физические тренировки. В составе Олимпийской сборной России на зимних играх в Сочи югорчане составили всего 3% от общего числа участников. По данным Минспорта, всего в сборную вошло 225 спортсменов со всей страны. Из них 7 югорчан. Лыжники Сергей Устюгов, Александр Легков, Антон Гафаров, Евгения Шиповалова, биатлонисты Алексей Волков, Екатерина Шумилова и сноубордистка Екатерина Илюхина. Примечательно, что Югра – регион, где созданы все условия для выращивания спортсменов и из бюджета выделяются немалые средства на поддержку и развитие спорта. Только в сезоне 2013-2014 на развитие игровых приоритетных видов спорта власти округа выделят субсидии почти на 800 миллионов рублей. Кроме того, в Сочи за счет окружной казны отправится делегация из 50 югорчан. Это тренеры, учителя, врачи, ветераны труда и спорта, а также воспитанники спортивных школ и детских домов. В частности, Сочи посетят почетный житель Сургута, инженер-мостостроитель Валентин Солохин, пятеро детей-сирот, в том числе и нефтьюганец. Репортаж о юном Леониде Прайсе не смотрите в эту пятницу в итоговой программе на канале Юганск. О том, за каких спортсменах будут болеть нефтьюганцы, трансляции соревнований, по каким видам спорта они точно не пропустят, мы спросили на улицах города. Далее наша рубрика «Юганск говорит». Чтобы наши чемпионы показали хорошую результаты на олимпийских играх, показали высший класс. Что будете смотреть, какие соревнования? Больше баскетбол. Баскетбол и, в принципе, хоккей. Фигурное катание и сноуборде хотелось бы посмотреть. Мне сто лет не нужно. Почему? Ну, а зачем? Я что, спортсмен, что ли? А поддержать? За страну поболеть? Господи, без меня есть кому болеть. Будем смотреть. Что особенно нравится из битвы? Мне биатлон нравится. Ну, вообще, это большое событие, что у нас проходят олимпийские игры. А какие-то соревнования есть у тебя любимые? Да. Какие? Дюдо. Дюдо. А из зимних видов спорта? Из зимних биатлон. Будем смотреть, потому что мы любим спорт, любим спортсменов. Я люблю фигурное катание, танцы на льду, хоккей и мотогонки. Вот это мои любимые спортсмены. Здоровья им, удачи, чтобы наши ребята победили на всех соревнованиях. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в Нефтьюганске, а также на нашем официальном канале на сайте YouTube. Всего вам доброго и до встречи в эфире.